Наши судьбы, это есть ответ Церкви, человечества, на те благодеяния, которые Господь сотворил ради человека. Вот эти все праздники, которые начинаются, которые начинаются Редкий Завет, вернее, Новый Завет. Нужно сказать, что Новый Завет, это исполнение пророчества данного, еще одна, что будет искуплен его грех, и человечество вновь обретет возможность пойти в рай. И вот как раз Новый Завет, это начало исполнения этого пророчества. Начинается год, церковно-славянский год, начинался первым праздником, это Рождество Пресвятой Богородицы, 1-20 праздник. Как раз с Рождества Богородицы начинаются развиваться, разворачиваться события Нового Завета. Рождение Пресвятой Богородицы, ведение его храм, благовещение, Рождество Иисуса Христа, затем крещение, его преображение, уход в Иерусалим, крестные страдания, воскресение, его Пасха, вознесение и зашествие Святого Духа на посту. И вот этот круг как бы замыкается в празднике всех святых. Почему? Потому что Господь со своей стороны предпринял все, чтобы помочь человеку, воссоздать его, преобразить его, облагодетельствовать, чтобы ему было удобно приобрести вновь рай, чтобы ему было удобно шествовать на пути, на этом жизненном пути в сторону рай. И святые, это те люди, которые откликнулись на этот призыв Божий, которые евангельскую истину приняли в свое сердце, и не просто они, как он принял, возрадовались, они в своей жизни реализовали те заповеди Христовы, которые были проповеданы Евангелием. И вот мы сегодня вспоминаем этих людей. И те люди, которых мы сегодня чтим, это были такие же, как и мы с вами, плоти кровь. Были очень разные. Так вот, когда посмотришь, откроешь святцы, что это люди всякого народа, всякого социального положения. Это были цари и воины, и крестьяне и рабы, и местники, и даже императоры. Это были мужчины и женщины разных возрастов, это были младенцы, это были и старцы древние, разного, по основе или священники, и веряне. И вот все они, потрудившись, восприняли рай, вошли в рай. И вот этим святым благодетельствовала благодать Святого Духа, которая и нам тоже существует в нашем духовном делу. Мы все с вами тоже имеем эту благодать, и она одинаковая. Что в древние времена, что сейчас, Бог не изменяется, Он не изменяет. Он дает благодать только столько, сколько человек может ее вместить. И вот наши святые, они имели широкое сердце, да, и глубокую душу, и эта благодать, она вселяла с ним и сотворила такие плоды. И в нашем имя тоже Господь готов дать людям свою благодать, обуществующую, тем, которые готовы принять и потрудиться. Потому что принятие благодати Божьей сопряжено с усилиями, сопряжено с трудами, сопряжено с терпением великим и со смирением. Вот если эти качества Господь найдет в сердце человека, тогда она раскрывается, благодать может преобразовать человека, и он может достигнуть святости. То есть победить в себе грех, который действует в нем. А нужно сказать, что святые, они, как я уже сказал, тоже были с плоти крови. Но они, вот эту благодать, они, вернее, с помощью этой благодати, они победили в себе грех. Они также были искушаемы, еще больше, знаете, у нас искушаемы были. Посмотрите на тех же учеников, да, кто из нас сейчас готов принять такие мучения. Наверное, страшно, да. Вот, и не знаешь, вроде я верю сердце своему, но не знаю, смогу ли я это все перетерпеть. Те же преподаватели, которые добровольно входили в пустыню, лишали себя всего и свою жизнь обрекали на такое, знаете, однообразие. А причем, ну, это внешне было однообразие, а внутри была тяжелейшая борьба со смастями. На которой, вот этого ветвого человека, которые сопротивлялись всему доброму, всему новому. И много-много, можно найти примеров совершенно разных людей. И вот мы с вами также идем в этой жизни спасением. И Господь нам тоже готов помогать, если мы возлеем вот это желание и ревность по Богу. Вот, поэтому сегодня, вспоминая всех святых, мы видим, что это очень хорошие люди, как и мы. Вот, и тем самым мы можем себя немножечко как бы тоже подстегивать, приобретать на пути спасения. Что вот они святые, вот они смогли. А я человек нужен. Я тоже уже должен этим путем идти. Посмотри, сколько вокруг тебя, сколько вернее внутри тебя греха и страстей. Ну, нужно немножечко так же побороться с ним. Может быть, не так, не столько, сколько о нем. Хотя бы чуть-чуть потрудиться на миле своей души, чтобы хотя бы хоть в чем-то приукрасить ее добродетельно. И вот святые, они являются нам примером, знаете, таким живым воплощением реальности исполнить заповедь Христова. О любви к врагам, о любви к ближним. И мы, зирая на их жительство, должны подражать их вере, ангелы, Божьи, Матери, они постоянно вернутся о нас. День и ночь они постоянно ищут способы нас направить к спасению. Но у нас есть свободная воля, которая у нас бывает ленивая, злая, гордая, тщеславная, безразличная, вот, по всему доброму. И вот как-то нужно эту свободную волю обойти нашу, вот такую духовную, чтобы все-таки как-то нам напомнить той высокой цели, к которой мы призваны. И вот они постоянно перенесли нам, а мы в эти дни, когда вспоминаем их память, нас благодарим, чтобы они не усыпно, а также они переставляют, пеклись о нас, о нашем спасении, вымаливая нас во благослове Бога. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с вами, с днем ваших небесных покровителей и святых.